перейдем ко второй части нашей лекции она будет посвящена физиологии зрения начать эту часть лекции я хочу с небольшой провокации представив вам цитату из книги известного ученого чарльза дарвина происхождение вида видов который писал предположение чтобы глаз со всеми его неподражаемыми приспособлениями для изменения фокусного расстояния соответственно с удалением предмета для регулирования количества проникающего света для поправки на сферическую и хроматическую аберрацию предположение чтобы этот орган мог быть выработан естественным отбором может показаться сознаюсь в том откровенно в высшей степени нелепым если брать эту фразу в отрыве от контекста чем и пользуется иногда креационисты то кажется что сам же чарльз дарвин подвергав сомнению свою теорию происхождения видов в результате естественного отбора на самом деле далее он писал но ведь и когда в первый раз была высказана мысль что солнце стоит а земля вертится здравый человеческий смысл объявил ее ложный всякий философский мыслящий человек знает что старое изречение глаз народа глаз божий неприменимо к научным вопросам и в последующем достаточно обстоятельно указывал на то что если в ходе эволюции мы видим изменение усложнения органа зрения видим полезную приспособительную направленность этих изменений то сложно отрицать что орган зрения глаз был сформирован в результате эволюционных процессов таким образом вы видите насколько важно читать и изучать различные источники в контексте того что было в них написано но перейдя непосредственно к физиологию зрительной системы мы должны сказать что периферическим органом зрительной системы является глаз и в нем можно выделить три функциональных элемента во первых это собственно глазное яблоко которое обеспечивает оптимальные условия для функционирования фоторецепторов сетчатки и для того чтобы воспринять разнообразные зрительные образы мы должны сфокусировать очень точным образом изображение зрительных объектов на сетчатки для этого существует оптическая система глаза она состоит из света преломляющего света регулирующего и рецепторного аппарата как вы видите на данной схеме оптическая ось глазного яблока у нас несколько отличается от зрительной оси зрительная ось направлена от роговицы к центральной ямке кроме того имеется вспомогательный аппарат который представлен структурами обеспечивающими форму глазного яблока его оптимальный размер и защиту сосудистой оболочки и рецепторного аппарата глаза от различных негативных или повреждающих воздействий в первую очередь это конечно фиброзная оболочка глаза которая состоит из непрозрачной склеры и прозрачной роговицы а также сосудистая оболочка обеспечивающие оптимальные условия для доставки кислорода питательных веществ к фоторецепторам сетчатки слезный аппарат веки ресницы брови обеспечивающие питание роговицы защиту глазного яблока от негативных влияния окружающей среды кроме того третьим аппаратом является глазодвигательный аппарат состоящий из трех пар наружных мышц глаза обеспечивающий точную установку зрительной оси на рассматриваем объекте для того чтобы разобраться каким образом фокусируется лучи света на сетчатке нам необходимо вспомнить строение оптической системы глаза и начнем мы с вопросов физики вспомним как определяется преломляющая сила линзы единица измерения преломляющей силой линзы является диоптрия и одна диоптрия это такая преломляющая сила линзы которая обеспечивает фокусировку лучей света на расстоянии 1 метр или 100 сантиметров то есть фокусное расстояние этой линзы составляет один метр таким образом преломляющая или по-другому ее называют оптическая сила линзы обратно пропорционально ее фокусному расстоянию для того чтобы это было легче осознать давайте рассмотрим несколько примеров предположим что фокусное расстояние составляет 1 метр тогда преломляющая сила линзы будет единица разделить на единицу 1 диоптрия если же фокусное расстояние меньше то есть лучи света фокусируются ближе к линзе например на расстоянии 0 4 метра то оптическая сила линзы будет составлять 1 делить на 0 4 2 с половиной диоптрии то есть оптическая сила такой линзы в два с половиной раза больше чем в предыдущем примере ну и наконец если фокусное расстояние составляет 4 метра то есть лучи света фокусируются далеко от линзы то ее преломляющая сила составит единица разделить на 4 0 25 диоптрии то есть в 4 раза меньше чем оптическая сила линзы с фокусным расстоянием в 1 метр кроме того мы должны помнить что собирающие или двояко выпуклые линзы обеспечивают фокусировку лучей света за этой линзой вот это расстояние где формируется точка фокуса и называется фокусным расстоянием и оптическая сила собирающие линзы считается положительной обозначается со знаком плюс в то же время если линза будет двояко вогнутой получив света в ней будут рассеиваются и мы не получим реальную точку фокуса в этой линзе оптическая сила такой рассеивающие линзы называется отрицательной обозначаются со знаком минус в практической деятельности когда мы говорим о рефракции оптической системы глаза мы говорим о клинической рефракции клиническая рефракция это преломляющая сила оптической системы глаза которая обеспечивает фокусировку лучей света на сетчатке и оптическая система нашего глаза построена таким образом что на сетчатке глаза формируется перевернутая уменьшенное изображение объектов если же говорить с точки зрения физики то рефракция то есть преломляющая способность линзы определяется с одной стороны степенью кривизны этой линзы с другой стороны разностью оптических плотностей на границе раздела двух сред и если оптическую плотность воздуха мы возьмем равной единицы то оптическая плотность роговицы составляет 1 38 таким образом разность оптических плотностей составляет 0 38 это очень большая разница оптических плотностей поэтому на роговице лучи света преломляются с наибольшей силой ее оптическая сила составляет около 43 диаптрий кроме того между роговицей и водянистой влагой то есть между задней поверхностью роговицы и водянистой влагой также существует определенный градиент оптической плотности между водянистой влагой и передней поверхностью хрусталика имеется небольшой градиент и между задней поверхностью хрусталика и стекловидным телом опять же имеется определенный градиент оптической плотности таким образом все эти линзы обеспечивают точную фокусировку лучей света на сетчатке и в целом преломляющая сила оптической системы глаза составляет около 60 диаптрий почему мы говорим около потому что хрусталик единственный из всей оптической системы глаза может изменять свою кривизну приспосабливая наше зрение к рассматриванию объектов расположенных на разном удалении от глазного яблока помимо этого необходимо упомянуть что благодаря тому что роговица обладает самой высокой преломляющей способностью и это преломляющая способность у нее постоянно мы можем изменять степень кривизны роговицы и таким образом ее оптическую силу используя методики лазерной коррекции зрения когда при помощи специальных лазеров изменяем кривизну роговицы убираем какой-то определенный ее слой таким образом изменяя ее преломляющую способность и обеспечивая возможность точной фокусировки лучей света на сетчатке к сожалению наш глаз не является идеальной оптической системой для него характерны определенные несовершенства глаза а также возможны аномалии рефракции аномалии преломления лучей света первой из таких аномалий является хроматическая аберрация вспомнив курс школьной физики вы должны сказать что степень преломления лучей света с разной длиной волны не одинаково на границе раздела двух сред наибольшая на преломляющая способность характерна для призмы в отношении коротковолновых лучей света то есть лучей синего и фиолетового спектра наименьшее в отношении длинноволновой части спектра то есть лучей красного цвета соответственно посмотрите пожалуйста луч света исходящий из одной точки не одинаково преломляется в аптеческих средах глаза коротковолновые волны преломляются сильнее и фокусируются перед сетчаткой длинноволновые преломляются с меньшей силой и фокусируются за сетчаткой и уже наш головной мозг убирает влияние этих хроматических аберраций формируя четкое изображение наша роговица также как и хрусталик также не являются идеальными линзами степень преломления лучей света от центра к периферии изменяется не одинаково и как правило на периферии наблюдается наибольшая степень преломления лучей света поэтому они фокусируются перед сетчаткой в то время как лучи света преломляющиеся близко к центру могут фокусироваться за сетчаткой особенно хорошо это видно на примере вот такой линзы положенной сверху на какую-то координатную сетку вы видите что наибольшая степень аберрации то есть не одинакового преломления лучей света характерна для периферии этой линзы несколько уменьшить влияние сферической аберрации помогает нам сужение зрачка особенно когда мы рассматриваем близко расположенные предметы лучи света от которых имеют большую степень дивергенции при поступлении в наш глаз сужение зрачка при конвергенции глаз помогает нам удалить лучи света падающие с периферии нашей оптической системы глаза уменьшив влияние вот этой сферической аберрации еще одной аномалии рефракции может быть дифракция она встречается не так уж часто например если мы посмотрим на лучи света падающие от солнца через ресницы то увидим что свет проходя вблизи твердых объектов может отклоняться от своего прямолинейного движения разделяясь как при прохождении через призму на на весь спектр клинически важной несовершенством глаза приводящим к аномалиям рефракции может быть астигматизм в норме наша роговица имеет сферическую форму близко к идеальной сфере к сожалению иногда роговица может быть эллиптической или даже неправильной формы в результате лучи света падающие в разных меридианах будут преломляться с неодинаковой силой некоторые из них будут фокусироваться на сетчатке другие из них перед сетчаткой или за сетчаткой таким образом посмотрите пожалуйста вот хорошо показано на этой схеме на сетчатой оболочки глаза у нас не сможет сформироваться . фокуса она всегда будет либо в виде определенной линии горизонтальной вертикальной или направленных других меридианах либо эта . будет в кругах света рассияния эллиптической или округлой формы лица страдающие астигматизмом не могут четко увидеть все лучи вот этой лучистой фигуры некоторые из лучей будут фокусироваться четко мы их будем видеть в виде четких линий другие будут фокусироваться на сетчатке в кругах света рассияние выглядит не четкими двоящимися направление этих линий будет зависеть от характеристик формы роговицы ну вот на данном слайде показаны модели того как может видеть человек с различными аномалиями рефракции вот это на вот этой фотографии изображено изображена модель зрения здорового человека с нормальным зрением вы видите мы достаточно четко видим как близко так и далеко расположенные объекты лица с астигматизмом могут видеть искаженные объекты причем в некоторых меридианах они могут расплываться лица страдающие миопией хорошо видят близко расположенные объекты но не могут рассмотреть объекты расположенные вдали такое состояние также называется близорукостью и наконец лица страдающие гиперметропией или пресбиопией хорошо видят объекты раз удаленные от нас но плохо близко расположенные объекты не могут сфокусировать на них зрение такое состояние иногда называют еще дальнозоркостью для того чтобы смоделировать то как видят люди с миопией из гиперметропии мы попробуем посмотреть вот на эту зрительную иллюзию здесь наложены друг на друга 2 2 портретом один из них выполнен с высокой частотой разрешения на нем видны мелкие детали мы его хорошо видим так как мы это видим рассматривая близко расположенные объекты но при этом мы не видим далеко расположенный объект то есть портрет изображенный с низкой пространственной частотой увидите детали размыты и мы его практически сейчас рассмотреть не можем но если мы прищуримся или удалимся от этого объекта то портрет альберта энштейна сменится портретом мерлин монро далеко расположенные объекты мы как правило видим с низкой разрешающей частотой таким образом для людей страдающих миопией не составляет труда рассмотреть близко расположенные объекты но им очень тяжело увидеть четко объекты расположенные далеко для них пространственная частота этих объектов будет слишком низкой и наоборот лица страдающие гиперметропии не смогут рассмотреть близко расположенные объекты но хорошо увидят объекты удаленные в условную бесконечность попробуем разобраться каким образом формируются эти аномалии рефракции и каким образом мы можем их скорректировать ситуация при которой оптическая система глаза четко фокусирует лучи света на заднем полюсе глаза на его центральной ямке называется эмметропии эмметропии в случае если наше глазное яблоко будет удлинено больше 22 24 миллиметров передний задний размер посмотрите пожалуйста лучи света падающие из бесконечности они у нас идут параллельно будут фокусироваться перед сетчаткой таким образом на сетчатку попадет уже не . а пятно света с лучами света рассеяние и четко увидеть мы ее не сможем конечно же такое может быть либо при анатомическом увеличении длины глазного яблока либо в ситуации функционального увеличения длины глазного яблока если преломляющая сила оптической системы глаза слишком велика в этой ситуации для того чтобы сфокусировать лучи света на сетчатке нам надо приблизить объект в этом случае лучи света становится расходящимися вы помните из физики что угол падения света равен углу ему его преломления и после прохождения через границы раздела сред оптической системы глаза лучи света становятся чуть чуть более параллельными и начинают фокусироваться немножечко дальше то есть на сетчатке для того чтобы скорректировать такую ситуацию нам необходимо превратить параллельные лучи света в расходящиеся для этого мы используем отрицательное рассеивающие двояко вогнутые линзы следующий аномалии рефракции является гиперметропия в случае гиперметропии наше глазное яблоко анатомически или функционально короткая в этом случае расходящиеся лучи света идущие от близко расположенных объектов фокусируются за сетчаткой на сетчатке у нас будут фокусироваться параллельно идущие лучи света еще раз вспомним что параллельные лучи света идут из бесконечности для целей офтальмологии мы принимаем что лучи света идут из бесконечности если объект расположена от нас не менее чем в пяти метрах то есть 5 и более метров мы считаем уже бесконечностью для нашего глаза для коррекции такого состояния нам надо расходящиеся лучи света сделать параллельными смодулировать ситуацию при которой глазное яблоко человека с гиперметропией фокусирует лучи света на сетчатке это достигается положительными собирающими двояко выпуклыми линзами вот на этом слайде собраны основные аномалии рефракции показаны методы их коррекции и красными лучами показаны направление движения лучей света после коррекции для того чтобы определить остроту зрения мы используем специальные таблицы в чем же заключается принцип построения оптотипов этих таблиц посмотрите пожалуйста мы определяем остроту зрения как минимальный угол зрения при котором человек еще может раздельно видеть две точки в случае метропея острота зрения составляет единицу когда же мы можем раздельно видеть две точки оказалось что плотность размещения фоторецепторов на сетчатке такова что мы активируем два независимых фоторецептора сетчатки в случае если лучи света падают под углом в одну угловую минуту и вы видите чем дальше от глаза располагается фигура тем крупнее она должна быть для того чтобы соблюсти это условие и все оптотипы в таблицах используемых для проверки остроты зрения построены по такому принципу расстояние между двумя точками светлыми и темными этого оптотипа между краями его элементов составляет одну угловую минуту величина самого оптотипа составляет 5 угловых минут таким образом если человек видит ту строчку символов от которых свет падает под углом в одну и пять угловых минут мы считаем что острота зрения человека составляет единицу если же мы видим например верхнюю строчку которую должны видеть с расстояния 50 метров но видим мы ее с расстояния в пять метров то очень просто мы можем рассчитать остроту зрения нашего человека мы делим 5 метров реальное расстояние с которого измеряем остроту зрения на 50 метров с которого должны видеть на эту строчку и получаем остроту зрения 0,1. Обращаю внимание, что при одной и той же остроте зрения для ее коррекции у разных лиц могут потребоваться линзы с различной оптической силой. Поэтому неверно указывать остроту зрения в единицах оптической силы линзы, используемой для ее коррекции, то есть в диаптриях. Очень часто говорят, что моя острота зрения минус полтора, минус два, минус два с половиной, имея в виду диаптрии, конечно же. При этом у каждого из лиц, у которых используется для коррекции такая оптическая сила линзы, может быть одинаковая острота зрения. Мы уже упоминали, что наш глаз это достаточно совершенная оптическая система, которая может приспосабливаться для рассматривания объектов, расположенных на разном расстоянии от него. И способность к изменению оптической силы глаза для приспособления к восприятию предметов, находящихся на различных расстояниях от него, называется аккомодацией. В процессах аккомодации у нас принимают участие цилиарная мышца, цинного связка и хрусталик. Обратите, пожалуйста, внимание, что если мы рассматриваем удаленные объекты, оптическая сила оптической системы глаза должна быть минимальной. Это достигается в условиях, когда хрусталик становится плоским. В этом случае параллельные лучи света фокусируются на сетчатке, но лучи света, которые исходят от близко расположенных объектов, являются расходящимися и фокусируются за сетчаткой. Таким образом, когда мы рассматриваем далеко расположенные объекты, объекты, расположенные вблизи нашего глаза, кажутся нам размытыми. Наоборот, если мы хотим рассмотреть близко расположенные объекты, нам необходимо увеличить преломляющую способность оптической системы глаза. Достигается это за счет увеличения кривизны хрусталика и лучи света, идущие от близко расположенных объектов, начинают фокусироваться на сетчатке, но лучи света, идущие от объектов, расположенных в бесконечности, фокусируются перед сетчаткой и они выглядят размытыми. Рассматривая близко расположенные объекты, далеко расположенные объекты кажутся нам размытыми. К сожалению, с возрастом наш хрусталик становится менее эластичным и утрачивает свою способность принимать сферическую форму. Такое состояние называется пресбиопией. Вы видите график изменения, амплитуды аккомодации и объема аккомодации с возрастом. Если в 10 лет ближайшая точка ясного видения располагается примерно на расстоянии 7 сантиметров от глазного яблока, то с возрастом ближайшая точка ясного видения удаляется и к 50 годам достигает примерно 40 сантиметров. А к 60 годам практически утрачивается способность к изменению кривизны хрусталика и считается, что зрение устанавливается на точку расположенную в бесконечности. Объем аккомодации, вы видите, значительно уменьшается по сравнению с объемом аккомодации у молодого человека и к 60-70 годам практически утрачивается. Ближайшая точка ясного видения устанавливается на расстоянии 1 метр и более. Разберемся с механизмами аккомодации. Как мы уже сказали, для того чтобы установить взор на дальнюю точку видения, нам требуется сделать хрусталик более плоским. Для того чтобы изменить кривизну хрусталика, необходимо изменить степень натяжения целиарной мышцы. Как вы видите, целиарная мышца прикреплена к склере своим наружным краем. Внутренний край целиарной мышцы свободен. Поэтому, когда целиарная мышца расслабляется, ее волокна подтягиваются к склере, натягивая, в свою очередь, волокна циновой связки. Циновая связка прикреплена к хрусталику по экватору, и когда ее волокна натягиваются, она тянет ткань хрусталика от центра, уплощая его и уменьшая его преломляющую способность. Наоборот, в тот момент, когда мы рассматриваем близко расположенные предметы, нам необходимо увеличить оптическую силу линзы, оптическую силу хрусталика, то есть сделать его более выпуклым. Хрусталик в расслабленном состоянии имеет форму, близкую к форме шара. Поэтому, для того, чтобы увеличить выпуклость хрусталика, нам достаточно снизить степень натяжения циновой связки. Это происходит в тот момент, когда сокращаются циркулярные волокна цилиарной мышцы. В результате, внутренний край цилиарной мышцы приближается к центру, внутренний диаметр ее уменьшается, волокна поддерживающей связки расслабляются, хрусталик под влиянием эластических сил приобретает более выпуклую форму, становится более сильной линзой, точка фокуса приближается к глазу. Помимо циркулярных волокон, как вы знаете из гистологии, в цилиарной мышце имеются также радиальные волокна, которые могут иметь некоторое значение при натяжении циновой связки, а также меридиональные волокна или меридиональную часть цилиарной мышцы, при сокращении которой происходит натяжение сосудистой оболочки глаза хориоиды и открытие реснично-роговичного угла, что способствует оттоку водянистой влаги. Водянистая влага продуцируется ресничным телом, попадает в заднюю камеру глаза, через отверстие зрачка проходит в переднюю камеру глаза и затем удаляется из глаза. Внутриглазная жидкость имеет несколько функций. Помимо питания авоскулярных образований глаза, таких как хрусталик, внутриглазная жидкость обеспечивает некоторое избыточное давление, обеспечивающее поддержание шарообразной формы глаза. В среднем внутриглазное давление составляет от 9 до 22 мм ртутного столба, средняя его величина 16 мм ртутного столба. Как вы видите, тонометрическое, то есть измеренное при помощи тонометра внутриглазное давление, у нас несколько выше, в среднем 21-22 мм ртутного столба. Для поддержания постоянного давления и обновления этой жидкости, она должна не только продуцироваться, но и беспрепятственно удаляться из передней камеры глаза. Происходит это через ресничный-роговичный угол. И существует два пути оттока внутриглазной жидкости. Основной путь трабикулярный. Около 70-90% внутриглазной жидкости удаляется по трабикулярному пути через шлемов канал. Этот путь, эффективность его работы зависит от градиента давления. Как вы видите, в норме этот градиент давления составляет около 10 мм ртутного столба. Кроме того, существует второй путь, увиосклеральный. Он не зависит от градиента давления, и по нему жидкость направляется в еписклеральные артерии и в субхореодальное пространство. От баланса притока и оттока внутриглазной жидкости зависит внутриглазное давление. К сожалению, иногда встречаются ситуации, когда отток нарушен. Особенно, когда закрывается ресничный-роговичный угол. И это может приводить к развитию такого тяжелого патологического состояния, которое называется глоукомой, сопровождающейся повреждением клеток сетчатки и снижением зрительных функций вплоть до их утери. Перейдем к механизмам восприятия света. Как вы видите на данном слайде, наш глаз приспособлен к восприятию относительно узкой полосы электромагнитных волн, которые мы воспринимаем как видимый спектр. Это волны света с длиной от 400 до 700 нанометров. От сине-фиолетовой до красной части спектра. Правее располагается инфракрасное излучение, левее ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-лучи. Как мы уже сказали, для того, чтобы воспринимать изображение объектов окружающей среды, лучи света должны точно сфокусироваться на фоторецепторах сетчатки. Наилучшие условия для восприятия света имеются у нас в области центральной ямки. Реализуется это благодаря тому, что в области центральной ямки присутствует только один слой сетчатки, слой фоторецепторных клеток, а также отсутствуют расположенные на внутренней поверхности сетчатки ветви центральной артерии сетчатки. По пути от роговицы к фоторецепторам сетчатки свет проходит, как вы видите, через все слои сетчатки. Это слой нервных волокон, слой ганглионарных клеток, слой биполярных нейронов и, наконец, внутренние и наружные сегменты фоторецепторов сетчатки. Далее располагается слой пигментного эпителия и хориидальные сосуды. Фоторецепторы сетчатки представлены двумя основными типами клеток. Это палочки и колбочки. Палочки, как известно, отвечают за сумеречное зрение в серой части спектра, в то время как колбочки обеспечивают цветное зрение. Колбочки имеют наибольшую плотность упаковки в области желтого пятна и центральной ямки сетчатки. По мере удаления от центральной ямки сетчатки плотность колбочек резко снижается и практически исчезает в периферических областях сетчатой оболочки глаза. Вместо колбочек на периферии сетчатки преобладают палочки. Вы видите, на этом рисунке колбочки розовым обозначены и их концентрация резко уменьшается по направлению от центральной ямки к периферии. Кроме того, на назальной половине сетчатки располагается место выхода зрительного нерва, которое мы видим как диск зрительного нерва, начало зрительного нерва. В этой области отсутствуют фоторецепторы сетчатки и, соответственно, этот участок поля зрения мы не воспринимаем, формируя слепое пятно. Помимо такого вот распределения цветочувствительных и светочувствительных элементов, в сетчатке по направлению от центральной ямки к периферии также резко уменьшается острота зрения. Наибольшей разрешающей способностью обладают фоторецепторы центральной ямки сетчатки. Это достигается помимо оптимальных условий для попадания лучей света на сетчатку, еще и особенностями конвергенции фоторецепторов и биполярных клеток на ганглионарных клетках. В области центральной ямки сетчатки соотношение фоторецепторов, колбочек и ганглионарных клеток составляет один к одному. То есть возбуждение одной фоторецепторной клетки приводит к возбуждению одной ганглионарной клетки. В то же время на периферии для возбуждения одной ганглионарной клетки необходима активация множества фоторецепторов палочек. Вы видите, здесь очень выражены процессы конвергенции и соответственно разрешающая способность периферических областей сетчатки прогрессивно и очень быстро снижается. Фоторецепторы сетчатки имеют свои физиологические особенности. В отличие от других рецепторов в темноте фоторецепторы сетчатки деполяризованы. В них наблюдается так называемый темновой натриевый ток. На наружных сегментах сетчатки имеются легандзависимые натриевые каналы, зависящие от концентрации циклического гуаназин-монофосфата. В темноте концентрация ЦГМФ в наружных сегментах фоторецепторов высока. Натриевые каналы открыты и по электрохимическому и концентрационному градиенту ионы натрия очень активно поступают внутрь фоторецепторной клетки, деполяризуя внутреннюю поверхность ее мембраны до минус 40 мВ. Далее избыток ионов натрия во внутреннем сегменте фоторецептора удаляется из клетки благодаря работе натрий-калиевой АТФ-азы. Калий, как вы видите, выходит из клетки пассивно по градиенту концентрации. Активность натрий-калиевого насоса и количество энергии, потребляемое им, настолько велико, что если сравнивать удельное потребление энергии, затрачиваемое на работу натрий-калиевой АТФ-азы, с потреблением энергии, работающей пожарной лодкой, вот она показана здесь на фотографии, то окажется, что фоторецепторы сетчатки потребляют энергии в 10 раз больше, чем потребляет работающая пожарная лодка. Такое высокое удельное энергопотребление приводит к тому, что для оптимальной работы фоторецепторов и других клеток сетчатки необходимо очень обильное кровоснабжение. Посмотрите, пожалуйста, удельное потребление кислорода на 1 грамм ткани в сетчатке самое большое в нашем организме. Оно превышает и потребление почки, и потребление щитовидной железы и потребление коры головного мозга. Для обеспечения метаболических потребностей всех слоев сетчатки она кровоснабжается из двух источников. Наружные слои сетчатки получают питание из сосудов хориоиды. Ее задачей является не только доставка кислорода и питательных веществ, но и удаление избыточного тепла которая падает на сетчатку вместе с лучами света, а также обеспечение потребностей фоторецепторов сетчатки в витамине А, который будет входить в состав зрительных пигментов. Внутренние слои сетчатки, ганглионарные клетки, биполярные, амакриновые, горизонтальные в определенной степени получают кровоснабжение из ветвей центральной артерии сетчатки. И посмотрите, пожалуйста, вот на этом графике показано изменение напряжения кислорода в разных слоях сетчатки в зависимости от ее глубины. От слоя ганглионарных клеток до слоя фоторецепторных клеток. Вы видите, если в сосудах хориоиды напряжение кислорода составляет около 100 мм штутного столба, то пройдя через слой фоторецепторных клеток очень быстро оно падает практически до нуля. Незначительно выше напряжение кислорода и в других слоях сетчатки, что говорит о необычайно высоком потреблении кислорода клетками всех слоев сетчатки и особенно фоторецепторы. Между сосудами хориоиды и наружными сегментами сетчатки располагаются клетки пигментного эпителия. Эти клетки выполняют достаточно важные функции. С одной стороны, они регулируют поток света, который падает на наружные сегменты фоторецепторов. При увеличении светового потока в их отростках увеличивается содержание темного пигмента меланина, снижая количество света, поступающего к фоторецепторам. С другой стороны, они вместе с сосудами хориоиды обеспечивают отведение избыточного тепла от сетчатки. Пигментные эпители формируют гемато-ретинальный барьер, регулируя потоки разнообразных видов вещества, питательных веществ, различных регуляторных молекул из хориоидального кровотока в сетчатку. И также пигментный эпителий задействован в регенерации зрительных пигментов. Что же такое зрительные пигменты? В мембранах дисков наружных сегментов фоторецепторов располагаются специальные сложные молекулы. Они состоят из белковой части, которую мы называем апсином, и альдегида витамина А, ретиналя. Причем в составе этого зрительного пигмента, который называется родапсином, ретиналь находится в 11-цис в форме. Вот здесь показана структура апсина и в целом третичная структура этой молекулы. Когда квант света попадает на молекулу родапсина, она изменяет форму ретиналя из 11-цис ретиналя в полностью транс ретиналь. Или по-другому называют ол-транс ретиналь. Для такой фотоизомеризации достаточно минимального количества квантов света. Считается, что от 1 до 4 квантов света способны вызвать активацию фоторецепторной клетки. ол-транс ретиналь отсоединяется от апсина, превращается в полностью транс ретинол и перемещается из наружных сегментов фоторецептора в клетку пигментного эпителия. В клетках пигментного эпителия происходит восстановление ол-транс ретинола до 11 цис ретиноля. Либо если мы испытываем его дефицит, то мы получаем ретинол витамин А из хореидальных сосудов и дальше 11 цис ретиналь возвращается в фоторецепторную клетку для регенерации зрительного пигмента для регенерации в данном случае родапсина, после чего фоторецептор снова готов к восприятию кванта света. Процесс разделения зрительного пигмента на белковую часть апсин и ол-транс ретиналь называется выцветанием зрительных пигментов. В результате указанных процессов закрываются ранее открытые натриевые каналы. На свету прекращается входящий ток ионов натрия и мембрана клетки гиперполяризуется. Причем степень этой гиперполяризации зависит от величины вспышки света. Чем более яркая вспышка света, чем больше квантов света достигла фоторецепторной клетки, тем больше амплитуда первичного рецепторного гиперполяризационного потенциала. Обратите внимание, что в отличие от всех других рецепторных клеток, на свету мембрана фоторецептора гиперполяризуется. Каким образом мы достигаем такого состояния на свету? Дело в том, что ретиналь выполняет функцию рецептора света и при его активации активируется связанный с ним G-белок, который в фоторецепторных клетках сетчатки получил особое название трансдуцин. Альфа-субъединица трансдуцина в свою очередь активирует специальный фермент фосфодиэстеразу. Функцией фосфодиэстеразы является превращение циклического гуаназин-монофосфата в простой гуаназин-монофосфат. Концентрация СГМФ уменьшается и на свету натриевые каналы закрываются, прекращая темновой ток ионов натрия, вызывая гиперполяризацию мембраны. Благодаря развитым процессам конвергенции, как мы договорились с вами ранее, на сетчатке формируются особые виды рецептивных полей, так называемые рецептивные поля ганглионарных клеток с он-центром и о-ф-периферией или с о-ф-центром и он-периферией. Иногда также встречаются он-оф-центр и о-ф-он-периферия. Если изобразить трехмерно вот такие рецептивные поля, то вы видите, они представляют собой цилиндры, при активации центра которого ганглионарная клетка возбуждается, при попадании луча света на периферию она тормозится, поэтому он называется он-центр о-ф-периферия. Сейчас мы рассмотрим это более подробно. Ганглионарные клетки с он-центром и о-ф-периферии. Посмотрите, пожалуйста. Ранее считалось, что фоторецепторы сетчатки и ганглионарные клетки активируются просто при освещении сетчатки любым световым пятном. Но Нобелевские лауреаты Хьюбель Визель обнаружили к своему удивлению, что иногда световое пятнышко, попадающее на сетчатку, вместо того, чтобы вызвать возбуждение ганглионарной клетки, вызывает ее торможение, уменьшение частоты генерации импульсов по сравнению с темнотой. В то же время, если продолжать вести это световое пятнышко вдоль поверхности сетчатки, то в какой-то момент это торможение сменялось возбуждением. увеличением частоты генерации нервных импульсов. При освещении равномерном сетчатке вы видите, что частота генерации импульсов практически не изменялась. практически не изменялась. Причем оказалось, что до определенного предела увеличение размера этого светового пятнышка в определенных областях сетчатки увеличивало ответную активность ганглионарной клетки. В то же время, если полностью осветить окружающую эту клетку участок, оказывается, что мы вызывали очень глубокое торможение ганглионарной клетки. Проведя серию экспериментов, было установлено, что рецептивные поля нашей сетчатки имеют вот такую округлую форму. Причем, встречаются как поля, при освещении центра которых происходит возбуждение ганглионарной клетки, а при освещении периферии ее торможение, так и наоборот, при освещении центра которых происходит торможение ганглионарной клетки, а при освещении периферии возбуждение. Такие рецептивные поля получили название, еще раз повторим, рецептивных полей с он центром и он периферии или с ов центром и он периферии и ганглионарные клетки соответственно. Каким образом реализуются взаимоотношения нейронов сетчатки при формировании данных рецептивных полей? Разберем рецептивное поле с он-центром и офф-периферией. Когда световое пятно попадает на фоторецепторы он-центра, они вызывают гиперполяризацию мембраны рецепторной клетки. В результате гиперполяризации уменьшается выделение нейромедиатора этой клеткой. В темноте рецепторные клетки секретируют большое количество возбуждающего нейромедиатора глутамата. На свету эта секреция медиатора значительно снижается. И оказалось, что фоторецепторная клетка может быть связана с двумя биполярными клетками. Причем на постсинаптических мембранах этих клеток располагаются различные типы глутаматных рецепторов. На постсинаптической мембране он-биполярной клетки располагаются тормозные метаботропные глутаматные рецепторы шестого типа. В темноте большое количество глутамата активируют достаточно выраженно эти метаботропные рецепторы. И они тормозят активность биполярной клетки. Когда секреция глутамата уменьшается, он-биполярная клетка растормаживается и начинает в свою очередь секретировать большое количество глутамата. Глутамат взаимодействует с ионотропными АМПА, НМДА рецепторами, каинатными рецепторами на постсинаптической мембране ганглионарной клетки, открывая натриевые кальциевые каналы на постсинаптической мембране, приводя к деполяризации мембраны и возбуждению он-ганглионарной клетки, приводя к генерации на ней потенциала действия или увеличивая частоту их генерации. В то же время на ов-биполярной клетке располагаются ионотропные АМПА рецепторы. И при уменьшении секреции глутамата их активность снижается, входящий натриевый ток уменьшается, ов-биполярная клетка гиперполяризуется, секреция ее медиатора уменьшается, прекращая стимуляцию ов-ганглионарной клетки, уменьшая частоту генерации потенциала действия на ее аксонном холмике. Дополнительно в сетчатке, как вы знаете, очень хорошо развито латеральное торможение. И вот здесь показаны связи фоторецепторной клетки с периферии рецептивного поля с биполярными клетками через горизонтальный тормозный нейрон. В темноте секреция фоторецепторных клеток, которые располагаются на периферии нашего рецептивного поля, достаточно высока. Глутамат активирует АМПА-рецепторы на постсинаптической мембране горизонтальной клетки. Та, в свою очередь, достаточно активно выделяет тормозный нейромедиатор гамма-аминомасляную кислоту. И дополнительно к снижению секреции глутамата фоторецептором ОН-центра увеличивается тормозное влияние со стороны горизонтальной клетки, получающей сигналы от фоторецепторов ОВ-периферии. Все это дополнительно приводит к торможению ОВ-ганглионарной клетки. В рецептивных полях с ОВ-центром и ОН-периферией последовательность событий, приводящих к возбуждению ОВ-ганглионарной клетки и торможению ОН-ганглионарной клетки, будет противоположной. Взаимоотношения, рассмотренные нами на примере ОН и ОВ-рецептивных полей, чрезвычайно важны для выделения зрительных контрастов, для определения границ более светлых и более темных линий, полос, окружностей и т.д. Если вы присмотритесь к вот этим вертикальным линиям, которые имеют разную яркость, то вы увидите, что на границе двух линий справа у нас возникает ощущение более светлой полосы, а слева ощущение более темной полосы. Это характерно и для всех других сочетаний светлой и темной линии. Точно так же хорошо известна вот эта вот фигура, где периодически у нас появляется ощущение черной точки, возникающей на перекрестье более светлых линий между темными черными квадратами. Все это зрительные иллюзии, которые становятся возможным благодаря явлению одновременного контраста. Вы видите, центр и периферия наших рецептивных полей с он-центром и офф-периферией активируются не одинаково. Поэтому у нас и формируются ощущения разной яркости точек, причем периодически возникает ощущение появления более темных точек на перекрестье светлых между темными квадратами. Аналогичная ситуация с появлением более светлых точек на перекрестье черных линий. Механизмы этого явления описаны вот на этом слайде. Точно такое же ощущение более темного серого кружка и более светлого серого кружка на белом и черном фоне, соответственно, объясняются точно теми же механизмами. На явлении одновременного контраста построена и вот эта иллюзия. Если вы примерно на 30 секунд зафиксируете взор на четырех центральных точках, а потом переведете его на белое пространство справа, то вы сможете увидеть на белом фоне изображение одной известной личности. Причем, если вы несколько раз моргнете, это может помочь вам усилить одновременный контраст и увеличить время наблюдения данной зрительной иллюзии. Переходя от черно-белого зрения, обеспечиваемого палочками, мы должны с вами сказать, что цветовое зрение обеспечивается колбочками, максимальная плотность которых, как мы договорились, наблюдается в области желтого пятна и центральной ямки. Считается, что для того, чтобы обеспечить формирование ощущения любого из цветов в видимой части спектра, достаточно смешать три основных цвета – красный, зеленый и синий. В итоге мы можем получить в том числе и белый цвет. Оказалось, что наши колбочки неоднородные. В них, так же, как и в палочках, имеется зрительный пигмент, только он называется не родопсин, а йодопсин. Причем этот зрительный пигмент может быть несколько различным в разных типах колбочек. В зависимости от своей структуры и от чувствительности к свету разной длины волны, зрительные пигменты получили название эритролаба с пиком поглощения волны около 560 нанометров, хлоролаба с пиком поглощения 530 нанометров и цианолаба с пиком поглощения 430 нанометров. Это не значит, что данные зрительные пигменты активируются только при попадании на колбочки света данной длины волны. Как вы видите, диапазон их чувствительности достаточно широк, но при отклонении вправо или влево от оптимума их чувствительность значительно снижается. Причем современные нейрофизиологические исследования показали, что колбочки с разными типами зрительных пигментов распределены в центральных областях сетчатки относительно равномерно. Это распределение может быть индивидуальным у разных людей с преобладанием тех или иных видов колбочек, но в целом распределение колбочек можно сравнить с распределением элементов в современных жидкокристаллических мониторах. В зависимости от степени чувствительности к той или иной области спектра колбочки были названы коротковолновыми или S колбочками, в которых находится зрительный пигмент цианолаб, средневолновыми или M колбочками с пигментом хлоролабом и длинноволновыми L колбочками со зрительным пигментом эритролабом. Палочки, как вы видите, находятся в промежуточном положении с пиком поглощения около 500 нанометров. Помимо трехкомпонентной теории цветового зрения, которая была сформулирована еще Михаилом Ломоносовым, на сегодняшний день существует и оппонентная теория цветового зрения. В соответствии с этой теорией, все цвета спектра можно получить с сочетанием определенных оппонентных цветов. Такими оппонентными цветами являются красный и зеленый, для которых существуют соответствующие колбочки, или синий и желтый. Желтый образуется при одновременной активации красных и зеленых колбочек. И оказалось, что помимо рецептивных полей с он-центром и офф-периферии, которые реагируют просто на предъявление пятнышка света, независимо от длины его волны практически, существуют рецептивные поля с он-центром и офф-периферии, реагирующими на свет определенной длины волны. Для иллюстрации оппонентной теории цветового зрения хотим показать вам вот эту зрительную иллюзию. Посмотрите, пожалуйста. Здесь представлено три кружка. Если мы посмотрим, вы скажете, что левый имеет красный оттенок, центральный, скорее зеленоватый оттенок, и правый имеет ярко-желтую окраску. На самом деле, под сеткой из синих, красных и зеленых линий располагаются круги одинакового цвета. Они приобретают определенную окраску в зависимости от того, какие из полос мы удалили над этими кругами. Над первым кружком удален зеленый цвет. Таким образом, мы активируем красный центр, но не активируем зеленую периферию. Или наоборот, активируем красную периферию, но не активируем зеленый центр. В области второго кружка удалены красные полосы. Соответственно, активируется только зеленый он-центр. И, наконец, над третьим кругом удалены синие полосы, активируя желтый он-центр. В результате у нас формируется ощущение красной, зеленой и желтой окраски соответствующих кругов. Таким образом, обе этих теории в определенной степени верны. Они работают в совокупности, обеспечивая формирование, ощущение определенных цветов, окраски окружающих нас объектов. Хотя ощущение цвета будет формироваться в зрительной коре, об этом мы скажем несколько позже. Для того, чтобы проиллюстрировать трехкомпонентную теорию зрения и наличие оппонентных цветов, мы можем использовать данную зрительную иллюзию. Если вы зафиксируете на 30 секунд взор на центральном крестике слева, и потом переведете его на крестик справа, то вы увидите инвертированное изображение соответствующих цветов в коричневом квадрате справа. К сожалению, не так уж и редко встречаются аномалии цветового зрения. Наиболее тяжелой из них является полная цветовая слепота или ахромазия. В этом случае человек полностью лишен способности различать цвета. К счастью, такое нарушение цветового зрения встречается крайне редко. Частота его встречаемости составляет около 0,01%. Гораздо чаще встречается частичная цветовая слепота, наиболее частым случаем которой является так называемый дальтонизм. До 8% мужчин и около 0,5% женщин страдают от этого заболевания. По-другому дальтонизм называют протонопией. Протонопией при неспособности человека различать цвета красной или длинноволновой части спектра. И вот на рисунке справа показаны примеры, как воспринимают окружающий мир люди, страдающие протонопией. Вы видите, практически невозможно различить красные и зеленые цвета, поэтому лица, страдающие дальтонизмом или протонопией, как правило, не могут управлять транспортными средствами, потому что не способны различать цвета светофоров. Дейтеронопия – неспособность различать средневолновую часть спектра. И тритонопия – неспособность различать коротковолновую синюю часть спектра. Помимо цветового зрения, важной характеристикой нашего зрения является способность к различению глубины пространства, к стереоскопическому зрению. Каким образом это реализуется? Посмотрите, пожалуйста, когда мы фиксируем взор на определенной точке пространства, на каком-то объекте, у нас имеются объекты, которые расположены ближе и дальше этой точки фиксации. Лучи света, исходящие из точки фиксации, попадают на центральную ямку. Лучи света от объектов, расположенных ближе, попадают в височные области сетчатки. То есть у нас появляется какая-то диспарантность, отклонение изображений близко расположенных предметов от точки фиксации, от центральной ямки. Точно так же, но в противоположном направлении смещаются лучи света, идущие от дальше расположенных объектов, от удаленных объектов. Они располагаются в данном случае ближе к назальной половине сетчатки. И, как мы скажем с вами, далее будут попадать в разные области зрительной коры. Сравнивая локализацию различных объектов на разных точках сетчатки, наш головной мозг может сделать заключение о расположении объектов друг относительно друга, о глубине пространства. Кроме того, расположение по горизонтали может быть сформировано за счет того, что лучи света от одного объекта попадают на неодинаковые области сетчатки. Как всегда, лучи света от объекта, находящегося в точке фиксации, попадают в область центральной ямки, в то время как расположенные в левой половине поля зрения попадают на правую половину сетчатки. То есть, назальную половину сетчатки левого глаза и височную половину сетчатки правого глаза. Те объекты, которые располагаются справа от нас, попадают на левую половину сетчаток обоих глаз. Височную половину сетчатки левого глаза, назальную половину сетчатки правого глаза. Таким образом, объекты, расположенные в правой половине поля зрения, попадают на левую половину сетчаток обоих глаз Объекты, расположенные в левой половине поля зрения, попадают на правую половину сетчаток обоих глаз Некоторые из них, расположенные на периферии, попадают на сетчатку только одного глаза такое поле зрения называется монокулярным. Основная же масса объектов проецируется на сетчатку как правого, так и левого глаза, такое поле зрения называется бинокулярным. В целом же под полем зрения мы понимаем видимая область пространства при фиксированном взоре. Возвращаясь к вопросу локализации местоположения и расстояния до объектов в горизонтальной плоскости, обратите внимание, что изображения объектов b и c проецируются на неодинаковые, некорреспондентные точки сетчатки. Сравнивая местоположение проекции изображения этих объектов на сетчатке, головной мозг делает заключение о их местоположении. Для того, чтобы оценивать размеры объектов и расстояние для них, также очень важно сравнение величины этих предметов с окружающими их объектами. Вот еще один пример зрительной иллюзии. На самом деле величина этих сфер одинакова. Вы видите, размер стрелки у нас не изменялся, но сравнивая величину удаленного шара или сферы с окружающими его стенами, нам кажется, что он значительно крупнее, чем ближе расположенный шар. Это явление нередко используется в архитектуре. Вот еще несколько примеров иллюзии, которые формируются при сравнении объектов друг с другом. Слева расположена иллюзия Эббенгауза. Нам кажется, что коричневый кружок, окруженный крупными серыми кругами, значительно меньше, чем тот же самый коричневый кружок, окруженный маленькими серыми кружочками. Но если сравнить действительную величину этих кружков, то окажется, что она одинаковая. Такая же ситуация с иллюзией Мюллера-Лайера. Размер горизонтальной прямой во втором случае кажется значительно большим, а в третьем случае кажется занимающим промежуточное положение между первой и второй прямой. Однако, на самом деле, как вы видите на нижней части этого рисунка, размер горизонтальной прямой во всех трех случаях одинаков. Наша зрительная система, кроме периферического органа зрения, состоит из проводящих путей и из центральных отделов, как и любая другая сенсорная система. Причем, обратите внимание, что проводящие пути, так же как и подкорковые центры и корковый отдел зрительной системы, организованы ретинотопически. Это значит, что информация от определенных фоторецепторных клеток и ганглионарных клеток сетчатки попадает в определенные участки латерального коленчатого тела, так же как и верхних холмиков, четверохолмия, и далее в определенные области зрительной коры. При этом информация, поступающая от височных половин сетчатки, достигает в составе зрительного нерва зрительного перекреста и, не перекрещиваясь, продолжается в составе зрительного тракта, в то время как порция волокон зрительного нерва, начинающаяся от назальных половин сетчатой оболочки глаза на уровне зрительного перекреста, переходит на противоположную сторону. Таким образом, к правому латеральному коленчатому телу приходит информация от височной половины правого глаза и назальной половины левого глаза, то есть от контрлатеральных половин поля зрения. К правому латеральному коленчатому телу и к правой зрительной коре поступает информация от левой половины поля зрения и наоборот. От правой половины поля зрения информация поступает к левой зрительной коре. Для формирования целостного изображения информация между правой и левой зрительной корой передается через волокна мозолистого тела. Основываясь на данных представлениях, можно проводить топическую диагностику уровня повреждений проводящих путей или центральных отделов зрительной системы. Например, при повреждении сетчатой оболочки глаза, при тяжелых повреждениях сетчатой оболочки левого глаза или при повреждении левого зрительного нерва, информация от левого глаза перестанет поступать в центральные отделы, что будет восприниматься как полная утрата зрительных функций левого глаза, слепота левого глаза. В случае повреждения зрительного перекреста в центральных его отделах, что нередко возникает, например, при опухолях гипофиза, развивается так называемая битемпоральная гемианапсия. Посмотрите, мы утрачиваем способность проводить информацию от назальных половин сетчатки, к которым поступает информация от темпоральных височных половин поля зрения. При повреждении зрительного тракта развивается гомонимная гемианапсия. Гемиполовина, анапсия утеря поля зрения. Гомонимная с одной стороны. Как вы видите на данной схеме, при повреждении левого зрительного тракта мы утрачиваем способность проводить информацию от височной поверхности сетчатки левого глаза и назальной поверхности сетчатки правого глаза, то есть от контрлатеральных половин поля зрения, от назальной половины поля зрения левого глаза и темпоральной половины поля зрения правого глаза. Это наиболее распространенные нарушения полей зрения. Возможно и другие варианты, которые вы будете изучать в дальнейшем на клинических кафедрах. Для оптимального функционирования зрительной системы мы должны адаптировать ее к текущему уровню освещенности. Как вы видите, адаптация палочек и колбочек протекает неравномерно. Адаптация колбочек завершается значительно раньше, уже примерно через 10 минут. Причем пороги световой чувствительности колбочек остаются относительно высокими. В то время как адаптация палочек протекает достаточно длительное время. Считается, что полная адаптация к темноте у палочек завершается примерно через 60 минут, приближаясь к минимальному, так называемому абсолютному порогу зрения. И в целом адаптация всей зрительной системы адаптации сетчатки показана вот этой зеленой линией. Адаптация возможна как к темноте, так и к свету. В основе ее лежит либо выцветание на свету, либо восстановление зрительных пигментов на уровне фоторецепторов сетчатки, изменение взаимоотношений, возбуждения и торможения на уровне горизонтальных и амакриновых клеток, которые могут изменять в том числе и чувствительность и величину рецептивных полей ганглионарных клеток. Эти процессы могут протекать на уровне подкорковых центров и коры головного мозга. Ну а начинаются они нередко на уровне изменения размера зрачка. На свету, как вы знаете, зрачок очень быстро суживается, в темноте он расширяется для увеличения светового потока падающего на сетчатку. Сужение зрачка происходит вследствие сокращения циркулярных волокон мускулюс сфинтерпупиля. Сужение зрачка мы называем миозом. Расширение зрачка происходит вследствие сокращения радиально расположенных волокон радужки, которое называется мускулюс-дилататор пупиля, мышца, расширяющая зрачок. Расширение зрачка называется медрязом. В результате изменения диаметра просвета зрачка световой поток может изменяться до 30 раз. Помимо прямой реакции на свет, величина зрачка также зависит от соотношения симпатических и парасимпатических импульсов, приходящих к мышце суживающей или мышце расширяющей зрачок. Мышца суживающая зрачок вместе с цилиарной мышцей получают парасимпатическую иннервацию от постганглионарных волокон, исходящих из цилиарного гангля, к которым в свою очередь подходят волокна от добавочных ядер третьей пары черепных нервов, расположенных в среднем мозге. Это ядра Якубовича и Дингера Вестфаля. Добавочное ядро третья пара черепных нервов, ресничный узел, мышца суживающая зрачок. Симпатические волокна берут начало из боковых рогов нижних шейных верхних грудных сегментов спинного мозга, достигают верхнего шейного узла и оттуда в составе ресничных нервов, достигают мышцы расширяющей зрачок. На данном слайде показано направление хода волокон, регулирующих изменение просвета зрачка и влияющих на аккомодацию глаза путем изменения тонуса цилиарной мышцы. При попадании света информация от зрительного тракта поступает не только к латеральному коленчатому телу, но также и к претектальным ядрам и к верхним холмикам четверохолмия. От претектальных ядер волокна поступают билатерально к ядрам Якубовича Эдингера Вестфаля, откуда преганглионарные парасимпатические волокна через цилиарный ганглии достигают сфинктера зрачка, а также цилиарной мышцы, вызывая ее сужение, обеспечивая увеличение кривизны крусталика и установление взора на ближнюю точку видения, особенно при конвергенции зрительных осей. Помимо этого, как вы видите, зрительная информация используется также для управления тонусом нейронов симпатической нервной системы, для изменения тонуса наружных мышц глаза и движения глаз, а также идут коллатерали к ядрам гипоталамуса, особенно к супрахиазматическому ядру, который вовлечен в регуляцию циркодианных ритмов. Как мы уже с вами сказали, зрительная система организована ретинотопическим. Как вы видите, правое и левое латеральные коленчатые тела получают информацию от правого и левого глаза, причем нейроны латерального коленчатого тела организованы в виде так называемых колонок глаза доминантности. В каждом латеральном коленчатом теле выделяют шесть слоев, причем эти слои неоднородные. Как вы видите, внутренние два слоя получают информацию от так называемых магноцеллюлярных ганглионарных клеток сетчатки. Это крупные клетки, имеющие крупные рецептивные поля. Они передают информацию в латеральные коленчатые тела и в кору головного мозга, связанную с движением, глубиной, формой, пространство. Чувствительность к изменению яркости у таких клеток небольшая. Эти магноцеллюлярные клетки в основном связаны с палочками. Четыре наружных слоя, третий, четвертый, пятый и шестой, получают информацию от относительно небольших парвоцеллюлярных ганглионарных клеток сетчатки. Это небольшие клетки, которые обладают относительно маленькими рецептивными полями и они передают информацию преимущественно о цвете и о мелких деталях. Соответственно, связаны они в первую очередь с колбочками. Кроме того, в сетчатке располагаются еще и так называемые К-клетки или киноцеллюлярные клетки. Их проекции достигают промежуточных пространств между вот этими слоями и там располагаются так называемые К-клетки латеральных коленчатых тел и предполагают, что эти киноцеллюлярные клетки связаны в первую очередь с коротковолновыми, так называемыми, голубыми колбочками. Колбочками, воспринимающими сине-фиолетовую часть спектра. На уровне коры головного мозга также сохраняется ретинотопическая организация. Вы видите, зрительная кора располагается в области сулькус кальканеус, в затылочной доле коры. Это первичная зрительная кора. Причем, обратите внимание, что величина центральных областей сетчатки, окружающей центральную ямку, максимально представлена в нашей зрительной коре. Периферические области сетчатки, достаточно объемные по площади, занимают относительно небольшую часть зрительной коры. На разных уровнях зрительной системы формируются разные рецептивные поля. На уровне ганглиозных клеток сетчатки и клеток латерального коленчатого тела выявляются круглые рецептивные поля, сон или офф-центром и периферии, которые мы рассмотрели ранее. На уровне зрительной коры уже выделяются простые, сложные и сверхсложные нейроны-детекторы. Простые клетки первичной зрительной коры имеют вытянутое рецептивное поле в виде какой-либо линии. Форму этого рецептивного поля можно предсказать путем фиксации потенциалов действия спайков, которые возникают на нейронах-детекторах, на простых нейронах-детекторах зрительной коры, путем перемещения простого светового пятнышка в определенном направлении. Сложные клетки первичной и даже в большей степени ассоциативной коры служат детекторами угла наклона или направления движения определенной линии. Таким образом, мы их разделяем на два типа – ориентационно-селективные нейроны и дирекционно-селективные нейроны. Ориентационно-селективные нейроны служат для выявления угла наклона линии. Посмотрите, например, горизонтальная линия практически не вызывает отклика у данных нейронов, вертикальная вызывает их максимальную активность. Дирекционно-селективные нейроны реагируют уже не на угол наклона линии, а на направление ее движения. Например, направление движения по вертикали сверху вниз вызывает возбуждение сложного нейрона, снизу вверх практически не вызывает. Движения в других направлениях в принципе практически не вызывают отклика у соответствующего нейронодетектора. Ну и, наконец, сверхсложные клетки – это уже клетки ассоциативной коры, которые объединяют информацию от простых и сложных клеток первичной и частично ассоциативной коры. Эти клетки реагируют на стимулы определенной конструкции. На стимулы определенной длины, имеющих определенные углы, пересечения линий, определенную ориентацию этих линий и так далее. За цикл исследований, посвященных функциям зрительной системы, в 1981 году Дэвид Хьюбл и Торнстен Визель получили Нобелевскую премию в области физиологии или медицины. Каким образом могут формироваться простые рецептивные поля из круглых рецептивных полей латерального коленчатого тела и сетчатки? Вот, посмотрите, все достаточно просто. Если отростки ганглионарных клеток сетчатки связаны через определенные вставочные нейроны с простым нейроном, то вот такая совокупность нейронов даст нам возможность сформировать рецептивное поле в виде линии. Причем это может быть как простой нейрон, так и сложный нейрон, благодаря дальнейшим процессам конвергенции, формирующим последовательность определенных линий, информация от которых приходит к сложному нейрону. Аналогичные процессы далее будут происходить и при формировании сверхсложных нейронов. Вы видите, как из простейшего элемента и из круглого рецептивного поля можно сформировать рецептивные поля простого и сложного нейронов. Подобно чередованию колонок глаза-доминантности на уровне латерального коленчатого тела, зрительная кора также обладает колонками глаза-доминантности, поэтому ее называют также стриарной корой. Эти колонки глаза-доминантности формируются благодаря тому, что в правую зрительную кору поступает информация одновременно и от правого, и от левого глаза от левой половины поля зрения. Аналогично напомним, в левую зрительную кору поступает информация от правой половины поля зрения. На уровне коры головного мозга, начиная уже с первичной зрительной коры, формируются так называемые модули размером примерно 2 на 2 миллиметра, то есть по 1 миллиметру от каждого глаза. Причем, посмотрите, пожалуйста, если перемещаться по вертикали внутри этой колонки, то характер рецептивных полей не изменяется. Вот колонка от левого глаза, колонка от правого глаза, причем, как правило, они обрабатывают схожую информацию. Но если перемещаться по поверхности коры головного мозга, то мы увидим, что чувствительность нейронов-детекторов, начиная с простых и далее к сложным и сверхсложным, изменяется. Вы видите, вот две колонки глаза доминантности, корковый модуль, воспринимающий вертикально направленные линии, направленные вправо и так далее. Таким образом, каждый модуль у нас получает информацию от одного определенного участка сетчатки, как правого, так и левого глаза. Далее, передавая информацию из первичной зрительной коры, вы видите, как у нас формируется рисунок возбуждения, например, когда мы рассматриваем букву А на сетчатке, перевернутое изображение, фактически состоит из трех элементов. Эти элементы выявляются простыми, сложными при движении и далее сверхсложными нейронами ассоциативной коры. В последующем в ассоциативной коре формируется осознание того, какую букву мы рассматриваем. Причем уже на уровне коры происходит обратный поворот зрительного образа, и мы воспринимаем окружающее нас пространство в его нормальном, не перевернутом положении. Как мы с вами говорили, классически к зрительной коре относят первичную, вторичную и третичную зрительную кору. Поля 17, 18 и 19. Но на сегодняшний день мы знаем, что гораздо больше разнообразных областей коры вовлечено в обработку зрительной информации. И поля 18 и 19 являются частью модом мономодальной ассоциативной зрительной коры. В первичной зрительной коре происходит обработка информации о форме, цвете, контрасте, размерах наблюдаемых объектов. То есть происходит первичный анализ поступающей информации. Далее данная информация передается по двум основным путям. Вентральному, так называемому пути что, и дарзальному, так называемому пути где. По дарзальному пути передается информация, которая используется для оценки положения предметов в пространстве, направления их движения, характере этого движения, скорости, ускорения и так далее. По вентральному пути что, передается информация в нижнюю височную кору. Здесь происходит обработка информации о цвете, о структуре, форме предметов. Здесь происходит узнавание лиц. Дарзальный путь заканчивается в теменной коре, в ассоциативной теменной коре, там же, где, как вы помните, формировалась схема тела человека. Кроме того, информация передается также и в лобную кору. Здесь располагается глазное поле, которое принимает участие в регуляции произвольного движения глаз. Ну а кроме того, зрительная информация передается и в базальные ядра, и к мозжечку, к разнообразным структурам, которые принимают участие в организации движения. На сегодняшний день упрощенная схема взаимоотношений зрительной системы представлена на этом слайде. Мы не будем просить, чтобы вы ее знали наизусть, но вы должны понимать, что практически чуть ли не весь головной мозг, чуть ли не вся кора головного мозга вовлечены в обработку зрительной информации. И уже на уровне коры формируются вот такие зрительные иллюзии. На самом деле, эти картинки не движутся, но благодаря особому взаимоотношению зрительных контрастов на краях вот этих картинок или при движении головы слева формируется иллюзия или ощущение движения, которого на самом деле не существует. Это уже функция, еще раз повторю, зрительной коры. Помимо непосредственно нервной системы, для восприятия зрительных образов чрезвычайно важна точная организация движения глаз. Вот посмотрите, даже когда нам кажется, что наши глаза не движутся, зафиксируйте взор на вот этих вот буквах НБ в центре. И вы увидите, что несмотря на то, что мы пытаемся его фиксировать, вот эти два изображения постоянно движутся. На самом деле они не движутся, это неподвижная статичная картинка. Движутся наши глаза, поскольку они постоянно рассматривают объекты окружающей среды, постоянно перемещаются по их поверхности. Сейчас мы посмотрим, как это происходит. И поскольку у нас нет четких границ, относительно которых мы можем зафиксировать изображение внутри данного рисунка, у нас создается иллюзия, что данные изображения постоянно перемещаются вправо-влево, вверх-вниз на несколько миллиметров. То же самое может быть, если мы рассматриваем один из этих объектов. Когда мы рассматриваем объекты окружающей среды, наши глаза фокусируются в основном на наиболее интересных для нас точках. Если мы рассматриваем лицо человека, то это будут глаза, губы, нос, форма ушей. Остальные области получают гораздо меньше нашего внимания, хотя вы видите, имеются и прослеживающие такие движения глаз, которые позволяют оценить форму объекта. При произвольном рассматривании объекта выделяют три основных типа микродвижений глаз. Это тремор, вот это минимальное движение глаз, которое позволяет перемещать объекты с одной фоторецепторной клетки на другую, предотвращая выцветание зрительных пигментов, поддерживая высокую степень их чувствительности. Микроскачки с одной интересующей нас точке на другую и медленный дрейф. Медленный дрейф, обеспечивающий прослеживающее движение, вот, например, вдоль ушной раковины. В нашем органе зрения содержатся две принципиально разных группы мышц. Это внутренние мышцы глаза, которые обеспечивают регуляцию светового потока на сетчатку, о них мы говорили мышцы радужки, и аккомодацию при изменении кривизны хрусталика. Это цилиарная мышца. Для изменения направления зрительных осей, для фиксации взора на объектах окружающей среды, мы используем наружные мышцы глаза. Их задачей является размещение проекции зрительного рассматриваемого объекта в области центральной ямки, микросмещение проекции объекта на несколько нанометров, то есть с фоторецепторной клетки на другую фоторецепторную клетку, а также защитная функция, когда мы, например, отводим взор, увидев вспышку яркого света, параллельно со смыканием век. Или наоборот, устанавливаем взор на том объекте, который внезапно появился и интересует нас. Очень коротко рассмотрим классификацию движений глаз, самые основные моменты. О микродвижениях мы уже говорили, это может быть микротремор, это медленный дрейф, и микроскачки, или по-другому их называют еще рывковые движения. Если говорить о макродвижениях глаза, то это сакадические движения глаза, это быстрое смещение до 20 градусов глазного яблока, что позволяет нам перевести взор с одной точки фиксации на другую, рассматривая интересующие нас детали объекта. Между сакадическими движениями наблюдаются периоды фиксации, во время которых и происходят вот эти микродвижения. И плавные прослеживающие движения, которые позволяют рассмотреть более детально интересующие нас участки на рассматриваемом объекте. Выделяют несколько основных программ движения глаз. С одной стороны, это содружественные движения глаз, например, одновременное движение глаз вверх или вниз, влево или вправо, сохраняя параллельность зрительных осей. Это вергентные движения глаз, конвергентные и дивергентные при рассматривании близко и далеко расположенных объектов. И вращательное движение глаз во фронтальной плоскости, то есть при наклоне головы мы можем вращать глаза относительно вокруг сагитальной оси для удержания объектов окружающей среды в вертикальном положении. Если говорить о нейрональных уровнях организации движения глаз, то первым уровнем являются наружные мышцы глаз, которые иннервируются соответствующими парами черепных нервов окулематориус тархлеарис и абдуцинс это черепные нервы среднего мозга и воролевого моста. Второй уровень парамедианные ядра ретикулярной формации ствола мозга и претектальные ядра среднего мозга. Третий уровень верхние холмики четверохолми латеральные коленчатые тела базальные ядра и мозжечок среди базальных ядер вы помните это в первую очередь хвостатая ядро и ретикулярная часть черной субстанции. Ну и наконец четвертый уровень это зрительные области коры а также глазное лобное поле коры которые обеспечивают регуляцию произвольных движений глаз. На этом мы закончим нашу лекцию и если вы присмотритесь вот к этому изображению то сможете увидеть еще одну зрительную иллюзию. Благодарю за внимание. Продолжение следует...